Всех приветствую, дорогие друзья, на нашем любимом канале. Загрузили, подготовили очередной комплект. Поедем сегодня в Орехо-Зуевский район. Повезем эту красоту. На часах у нас половина пятого утра. Дорога будет долго. Нас вдруг встречают. Доброе утро. Жму руку. Так, мы на месте. Добрались без приключений. Дорога заняла от мастерской у нас порядка, да, три с половиной часа. Где-то мы были без пробок, без ничего. Вот наша замечательная площадка. Над этой площадочкой для парковки одного автомобиля нам нужно будет установить навес. Навес у нас будет арочного типа. Навес устанавливается будет на восьми опорах. Опору с доноса, трешка. Это все по стандарту. И ригеля точно такие же. Размер у нас здесь будет восемь. Это будет длина или четыре с половиной метра. Ширина. Это ширина именно по стропильной ферме. По с весом поликарбоната будет немножко больше. Так, ладно. Меньше слов и больше дела. Капочный процесс в самом разгаре. Спустя пару часов с командой мы разгрузились. Сделали полностью разметку по площадке. Установили восемь опор. Грунт утопили на 150 сантиметров. Грунт нам повезло. Вообще песок в перемирку с какой-то субстанцией. Мы пробурились прямо на ура. Прямо четенько встали. Здесь у нас по площадке есть небольшое смещение. То есть у нас одна сторона. Короче, именно по опорам имеется в виду. То есть по крыше он будет идеально прямоугольной формы. Диагональ на 100%. Задняя часть навеса у нас здесь под прямыми углами от 90 градусов. А здесь, ну это подчеркну особенность задней площадки. По-другому никак. Здесь у нас навес с левой стороны будет чуть глубже, чем с правой стороны. Потому как с одной линией забора у нас немножко идут неправильные формы. Но это не страшно. Это нормальная практика. Поэтому сейчас будет все готово. И все это дело снивелируется. Сейчас наша задача все это дело прохватить. Вот напомню, кто давно следит за нашими работами. Вся конструкция собирается вначале на прихватах. И потом, когда вся конструкция навеса собрана, все это дело потом основательно проваривается. Так, все. По сложностям вообще никаких сложностей. Идет все у нас на ура. Ура, мужики! Ура, сука! Так, сейчас наша задача разметить стропильную систему. В мастерской мы, к сожалению, сделать не смогли. Потому как сейчас у нас светает очень поздно. А мы уезжаем очень рано. Поэтому сейчас сделаем разметку под обрешетку. Стропильных ферм. И будем набрасывать. Здесь у нас на 8-метровую длину у нас 7 штук. Стропильные фермы у нас. Арка на плечах. Это наша классика. Можно сказать, нерушимая. Выполнена у нас профильной трубой. 40 на 25 плашмя. Толщина металла 2 миллиметра. Подъем от ригеля здесь где-то 120 сантиметров. Так, все. Сейчас набросим стропильную систему. И уже приступим набрасывать обрешетку. Стропильные фермы. Все установлены на свои места. Стропильная система. Говорится уже практически в готовом виде. Сейчас наша задача. Прохватить нахлёст обрешетку. Обрешетки здесь 13 штук. Там шаг чуть менее 50 сантиметров. У нее обрешетка выполнена из профильной трубы. 40 на 25. Толщина стенки тоже 2 миллиметра. Так, набросим обрешетку полностью прихватить. Будем все основательно проваривать. Потом все прокрасим. И приступим уже накрывать полимер. Слышка, у тебя такое мужественное лицо. Прям вообще. Ты прям как этот. Крепкий орешек. Нет, крепкий горошек. Нормально же так. Мощно. Мощно. Молодец. Кстати, дипломированный поляр штукатуры. А он навесы красит. Накрашу, крашу я. Навесы. Чтоб ту не ядцев не прошли. Все, вся конструкция у нас собрана. Все набросили. Сейчас уже и провариваем, и одновременно прокрашиваем все это дело. Сейчас осталось где-то порядка 30-40 минут. Олег подготавливает термошайбы. И поликарбонат уже подготовили. Все ждет своего часа. Итак, друзья. Перед вами навес для парковки одного автомобиля. Размер по крыше у нас 8-40 на 4-70. Это имеется в виду именно по поликарбонату. Навес у нас арочного типа. Стоит он на 8 опорах. Опора 100 на 103. В грунте на 150 сантиметров. Там плюс-минус. Ригеля поверх опора у нас тоже 100 на 103. Профильная труба квадратного сечения. Стропильная система у нас арочного типа. Здесь из 7 ферм. Выполнена из профильной трубы. 40 на 25 двойка. Подъем от ригеля у нас здесь порядка 120 сантиметров. И уложена обрешетка внахлёст поверх стропильной системы. Стропильная ферма. Это профильная труба 40 на 25. Толщина стенки тоже 2 миллиметра. Вся металлоконструкция окрашена у нас молотковой эмалью Дали. Красочка очень хорошая. Не реклама. Всем рекомендую. Пользуемся очень давно. И краска зарекомендовала себя только с хорошей, с положительной стороны. Поликарбонат на данном комплекте у нас лежит Биролюкс. Поликарбонат 8 миллиметровой толщины. Поликарбонат на сегодняшний день не имеет равных по соотношению цены и качества. Цвет коричневый. Прокручен по периметру. Также заводская термошайба. Шаг по термошайбе порядка 23 сантиметров. Прокручен периметр и конек. На изготовление данной конструкции в мастерской нам понадобилось около недели. Потом ушли мы на малярку где-то дня на три. Плюс высыхание. И на объекте заказчика мы данную конструкцию собрали буквально за 6 часов. Если вам необходимо также установить навес для автомобиля, для террасы, для всего чего угодно. То есть любое направление навесов. Там с любым типом кровли и любым видом крыш. Также все ссылочки я оставлю в описании. Обязательно звоните, обращайтесь, оставляйте заявки. Буду свободен. Обязательно всем отвечу, подскажу, расскажу, проконсультирую. Также хочу заметить для тех, кто, как говорится, не успел или планирует на этот сезон. Народ, не переживайте, мы работаем круглогодично. То есть надо на Новый год, поставим на Новый год. Надо в феврале, поставим в феврале. Последний вагон, как говорится, запрыгивать не надо. Ну как вам наша работа? Отлично. Я пока еще в таком состоянии пребываю, знаете. Ну здорово, здорово. Спасибо вам большое за вашу высокую оценку нашего труда, нашей работы. А вам спасибо за вашу профессиональную работу. Профессионалов сейчас не так много, очень здорово. Ну что можно сказать, навес просто бомбический. Пока еще пребываю в таком шоке, все очень нравится, круто. Отвес каркас. Спасибо вам большое. Ну а вам спасибо, что посмотрели на то, как мы трудимся, посмотрели на нашу работу, то, что мы делаем своими руками в своей мастерской. Вам хорошего времени суток и всем пока. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!